Смотрите, карта врача скорой помощи. Тоже это девушка у меня в принципе так вот и получилось, что все у меня женщины. Потому что видно больше с женщинами и с мамочками работают. Смотрите. Если вы сейчас, вспомнив то, что я вам рассказывала в прошлый раз, при прошлой карте, что цифра 12, например, это самые лучшие врачи, неправодники и так далее. Вы здесь не видите ни одну такую цифру. Правильно? Вроде врач. Вы знаете, если врач сидит на участке, там детский врач и так далее, да и то, тоже на участке. Там хорошо именем. Но здесь другая ситуация. Здесь у нас врач скорой помощи. Он всегда находится в экстремальной такой обстановке. Он всегда находится в какой-то экстремальной ситуации. И у него вызовы совершенно бывают разные. И нужно принять решение мгновенно. Взять ответственность за себя. И за, вернее даже не за себя, а за пациента. принять и настоять, что даже не было никаких, знаете, у клиента, подопечного, пациента, у него даже не было сомнений, чтобы он врача не чувствовал, что именно если врач сказал, что именно сейчас мы делаем вот это, чтобы он даже просто ему подчинился. Поэтому от врача должна исходить такая вот энергия, чтобы никакого сопротивления она не называла у пациента. Смотрите, вот эти цифры, их здесь две. Часто такие люди, часто такие дети, у кого есть. Это у них есть склонность к чему-то экстремальному. Это хорошие хирурги, хорошие работники МЧС, да, вот как раз врачи на скорой помощи и так далее, которые склонны к риску. У них есть вот такое, когда они могут рискнуть, чтобы получить результат. И здесь, вот в этой карте, помните, я вам говорила, здесь не просто риск, вот бесшабашный такой вот. А именно, знаете, вот бывают люди-лидеры, да, которые берут ответственность на себя. Он чувствует, что это будет правильно. Он не будет потом говорить, вы знаете, вот я пошел на поводу у пациента и так далее. Здесь именно, что я принял такое решение, и оно будет правильно. Что дает, показывает вот в этой карте, что этот человек будет принимать такие решения. Это вот эти цифры. Сейчас вам покажу. Вот смотрите. Они, вот эти вообще две цифры. Они такие, знаете, мужские. И в характере женщины, если она работник, да, они будут казаться, она может быть такой жесткой, беспринципной в чем-то, да. Но ее работа, это требует. Но у нее есть, видите, у нее есть тройка. Она не просто так это делает. Она делает это с любовью к людям. То есть у нее тоже, у нее есть чувство, которое не заставляет ее бесшабашно рисковать жизнью других людей, да. Не зря там говорят, что у каждого врача есть свое кладбище. Нет, она думает о людях. Потому что она мать тоже. И пациент это тоже чей-то ребенок, о котором будут потом беспокоиться, да, и будет определенная боль для близких. Но тем не менее, принять решение именно сейчас, в данный момент, без всяких сюсюканий, потому что это решение именно сегодня правильно, она может. Тем более, у нее есть интуиция, то есть внутренний голос ей подсказывает, что ты правильно делаешь, дорогая, и есть знания. Она сейчас не глупая. У нее есть знания, есть знания, которые помогают ей сделать правильный выбор. И здесь, видите, есть, например, такая цифра семерка. Это число времени. Как говорится, да, нужно всегда все успеть вовремя. Как это важно для врача скорой помощи? Согласны? Ведь упусти секунду, и мы человека можем потерять. Поэтому мгновенно, ежесекундно, да, принять решение и сделать определенные действия для того, чтобы наш пациент остался жив. Чтобы решить тот вопрос, да, по которому была вызвана скорая помощь, например, в данный момент. Поэтому этот человек тоже на своем месте. Ей тоже нравится своя работа, и она нравится своему пациенту. Видите, сколько подсказок можно увидеть вот в этих нескольких цифрах, касаемо даты рождения. И если просто есть уже такие цифры, то уже нужно выбирать дорогу, исходя из того, что у вас есть. Потому что это будет вашим сильным, и мы всегда более успешны, когда мы берем сильное. Но очень часто мы о своем сильном не знаем, что самое печальное.